Всем привет! Меня зовут Станислав Орехов. Сейчас хочу познакомить вас с замечательным человеком. Это Руслан Мацаров. Это ресторатор. Я с ним познакомился несколько месяцев назад и удивился, потому что я всегда люблю знакомиться с людьми, которые достигают каких-то результатов в своей области. Руслан – ресторатор. У него 10 проектов, которые приносят вудоход. Он рассказал о них, и мне было очень интересно. Соответственно, сегодня мы поспрашиваем о его проектах, о нем. Он живет еще в Сингапуре. Тоже очень интересная тема. Я в Сингапуре был, и город очень классный, хорошая страна, отличная. В общем, давай сегодня поговорим о тебе. Руслан, расскажи чуть-чуть для наших зрителей о себе, о своем бизнесе. И мы подготовили с Русланом нечто интересное. Нашим зрителям будет тоже прикольно посмотреть на проект, который мы придумали, и дать оценку свою. Итак, Руслан, немножко о себе. Познакомимся. Добрый день всем. Меня зовут Руслан Назаров. Я проживаю в Сингапуре уже более двух лет. И действительно, я открыл много проектов. В общей сложности я недавно подсчитывал, 28 проектов было открыто мною. И на сегодняшний день я владею порядка 10 проектами в разных странах. Это и Россия, и Германия, и Сингапур, и Великобритания. А что за проекты? Это у тебя рестораны, либо какие-то еще другие? Да, я открыл в 2009 году по лицензии бар «Гадкий койот» в Москве, на Кузнецком мосту. Это то, что из фильма, да? Да, это как раз-таки фильм сняли на основе открывшегося бара. В 1993 году был открыт первый бар в Нью-Йорке в прошлом веке. Так звучит, да? Да. И, соответственно, потом, в 2000 году, в Голливуд, Джерри Брукенхаммер и его команда, они сняли фильм «Бар «Гадкий койот», так он называется, «Койот Агли». И фильм стал очень популярным, и очень много поклонников пошло в бар в Нью-Йорке, и бар просто взлетел, взорвался от популярности. И владелец бара Лилиан Лил, она решила открыть сеть и начала продавать лицензии. И вот в 2009 году я пришел к ней, так образно говоря, да, и сказал, давайте откроем в Москве. Спустя какое-то время она согласилась. Мы открыли в 2009 году первый бар в Москве на Кузнецком мосту и стали очень популярными. Деньги мы вернули буквально за 8 месяцев. Было и проинвестировано миллион долларов. Здорово. Деньги я сам лично вкладывал и привлекал партнеров, которые поверили. 2009 год – это год проблемный, кризисный, финансовый кризис, шагал по всему земному шару. И многие просто не верили, да, в то, что это возможно, что это будет успешно, и что что-то непонятное было, непонятное, неизвестное, то есть американское, ну и окей, как бы. Многие очень отвернулись от этой идеи, но нашлось два человека, которые поверили, плюс я даже продал квартиру, которая у меня была на тот момент, и я вложил деньги, и я не прогадал. И потом мы начали открывать Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск. В России мы открылись в Сочи. Мы даже открывали второй бар в Москве, но это не совсем удачный опыт. Уже лишнее было, да? Одного достаточно. Да, все-таки этот бар, как и по рекомендации американцев, должен быть один в городе, потому что у него есть уникальная концепция, койотки, не должно быть два бара. Ну вот мы решили поэкспериментировать, и у нас не совсем хороший опыт этот, да, но тем не менее это опыт, да, и мы его получили, извлекли. И потом мы решили открыться в Киеве, это был 2013 год. Мы очень успешно открыли, Киев был номер один вообще бар, мы там открылись очень успешно, стояли огромные очереди. За три месяца мы сделали выручку, как, например, там, в предыдущих барах, там, за почти год. То есть это был действительно аншлаг, но, к сожалению, потом начались события, всем известные, между Россией и Украиной, и наш бар потихоньку, ну, он вернул в итоге все инвестиции. Мы выжили, мы сохранили наш бизнес и работали, работаем, вот, и дальше мы решили открываться за границей. Я познакомился с партнером из Великобритании, его зовут Стив, он на тот момент уже открыл три бара, он открыл в Уэлсе, в Фонзи и в Кардифе бары, бары «Гадкий койот». И потом он открыл в Ливерпуле, вот, и на момент, когда мы с ним познакомились, мы приняли решение вместе открываться в Брюмингеме в Англии. Мне было интересно попробовать за границей, да, этот бизнес. Параллельно, безусловно, я занимался другими проектами, ресторанами. Мы открыли, мы купили еще одну франшизу в 2015 году в Америке, ресторан называется «Стримпик», смотрели его в Казани. Значит, развитие этот проект не получил, но мы довольны результатом одного ресторана, тоже неплохо, да, он работает и до сих пор. Потом самостоятельно мы открыли проект в Коламбусе, в Москве, это «Говядина» ресторан. Еще есть несколько проектов, но самый главный проект параллельно с баром «Гадкий койот» я развивать начал с ребятами, которые придумали ресторан «Трухвост» в Москве, то есть сейчас на сегодняшний день открыто 7 ресторанов. Сейчас, давай перед тем, как мы к «Трухвосту» перейдем, это вот второй проект, я бы хотел немножко еще твой бэкграунда. Получается, у тебя, ты начал предпринимательскую деятельность, стал предпринимателем, стал открывать рестораны, потому что нас слушают люди, которые и хотят, например, открыть ресторан, и которые хотят предпринимателем стать, и дизайнеры даже, ну то есть разные люди, и вот хочется именно узнать, почему, допустим, ресторанная тема тебя привлекла, почему ты именно в нее пошел, и вот как ты сказал, какие-то проекты там успешные, какие-то нет, может быть какие-то мысли, ну почему твои проекты, ты спустил их достаточно много, и почему они получаются успешные у тебя, то есть есть как бы некая система, может быть, либо технология, либо еще какие-то качества личные, как ты думаешь? Ну, я прежде всего, я пошел в ресторанный бизнес, потому что я был зависим в своем предыдущем бизнесе от очень многих факторов, и результат не совсем зависел от меня. Что ты мешаешь? Ну, например, я зависел от поставщиков продукции, которую я торговал как дистрибьютор, то есть при каком-то малейшем изменении конъюнктуры рынка или выгодности меня могли лишить потока продукции, то есть мне переставали продавать, я торговал цементом, и при любом дефиците я оставался, ну, по сути, там, за бортом, да, я никак не мог на эти вещи влиять, а я всегда хотел бизнес, на который я могу сам своими усилиями влиять. Все разделы, да, чтобы были производства и продажи, там, и команда? Да, но я всегда, я человек эмоциональный такой, творческий, и мне всегда привлекала ресторанная индустрия, и на тот момент я попал, это был 2000 год, наверное, даже нет, ну, да, это был где-то конец 99-го, 2000-й, я попал в Карауке Губ, в Москве, не помню его название, и меня это очень впечатлило, и я подумал, что вот-вот, это именно то, что я ищу, то, что я, о чем я мечтаю, открыть вот такой эмоциональный бизнес, где я могу увидеть много разных людей, и действительно результат будет зависеть только от меня, то есть как от моих усилий, от усилий команды, но в первую очередь, что вот, если что-то не получается, можно будет сесть, изучить и делать это, да, и привлекать гостей в этот бизнес. И в 2004 году я открыл первый свой бизнес на Новослободске, в Москве, это был караоке-клуб, караоке-бум назывался он. Вот так я пришел в этот бизнес, и, конечно, это первый опыт был, и я многого не понимал, я относился к этому бизнесу как инвестор, то есть, ну, грубо говоря, я собрал команду инвесторов, сказал, давайте открывать этот бизнес, это очень круто, это очень классно, я всех вовлек. Люди согласились, сказали, да, это интересно, давай. Но из-за отсутствия опыта, да, я нанял людей, да, то есть я ходил в костюме, тогда в галстуке, как положено начинающим предпринимателям. Как оперативная культура. Да. Да. Вот, и я приходил в этот караоке-клуб и смотрел, наблюдал, как все работает. Пел? Песни было очень мало. Песни пел? Я ничего не понимал в маркетинге, ничего не понимал в управлении, я только мог дегустировать кухню или напитки и говорить, что, ну, там, классно, негласно, утверждать это все с командой инвесторов, опять же, да, это все происходило. А в какой-то момент я понял, что мы тонем. Ну, проекту было, наверное, месяца 4, и уже там пятый месяц наступал. И мои партнеры сказали, давай лучше продадим, мы избавимся от этого убыточного бизнеса, который мы открыли, и он был неуспешный. Я не мог себе этого позволить, я сказал, что дайте мне еще шанс, а я попробую просто сам, своими руками, своими усилиями. Опять же, возвращаясь к тому, что я хотел сам влиять, да, и изначально модель управления этим бизнесом, она была неверной, выбранной. То есть, когда мы просто нанимаем людей по найму, тем более караоке-клубы, тогда только были, только начинали в Москве появляться, как бы, да, их не было в большом количестве, вот, и, по сути, мы наняли людей, думая, что все автоматически будет работать, но это не так. Ну, это, как получается, ошибка такая первоначальная, да, когда сожигательная идея, и ты работаешь на работе, либо с кем-то, ты думаешь, хочу сам, начинаешь, но ты не знаешь как, ну, нет у тебя опыта, да, ты не понимаешь, и, естественно, ты ошибки какие-то совершаешь. Причем вот то, что ты сейчас рассказывал, интересная такая ошибка, что ты, как бы, ушел от руководства, да, вернее, наоборот, хотел все с вами управлять, и опять стал совместно. И в итоге ты пришел к той модели, да, что ты должен именно сам всю тему разведать, от и до, получить опыт, и тогда у тебя стал успешным бизнесом. Да, я должен был, совершенно верно, я должен был понять, почему не работает, да, для этого надо было внутрь зайти в операционку, да, то есть стать управляющим, по сути, да, и, ну, я вот абсолютно без опыта, я помню тот день, когда я зашел за барную стойку, я не понимал, как готовить напитки, и я все равно, как мне, мне даже, я не могу сказать, что мне даже было страшно, мне даже не было страшно, просто я начал это делать, это вот, как, я не знаю, какой-то сработал щелчок в голове, что или ты сам, или все, иди закрывай, и расписывайся в попадании. 37 миллионов рублей мы так проинвестировали, я помню эту цифру, это было, наверное, это больше миллиона долларов, потому что тогда курс доллара был... Больше, больше. 29, да, и я не мог себе позволить потерять эти деньги, я прям вот очень хотел очень, и потихонечку-потихонечку я начал растить свою команду, я оставил менеджера, остальных всех топ-менеджеров я уволил, управляющего, других менеджеров, я никому не доверял там. Сэкономил на него, начали... Да, да, и плюс, да, пошла экономика какая-то первая, и мы начали с ним вот вдвоем выстраивать отношения, друг с другом, во-первых, да, доверять, и в будущем этот человек стал моим партнером. В следующем бизнесе, в Койоте, когда я в 2009 году, через 5, спустя 5 лет, я пригласил его в партнера. И мы до сих пор партнеры, и он участвует во всех моих проектах. Его зовут Виктор Мишачев, вот, и до сих пор мы вместе, и его обязанностью было в последнее время там открывать рестораны, строить их. Получается, у тебя сейчас несколько разных проектов, да, которые уже там работают, теперь ты в них уже, когда понял ошибки основные, давай перечислим какие-нибудь для наших слушателей, какие-нибудь три основные ошибки, например, там, или там, две, или пять, сколько у тебя есть при открытии ресторана, которые совершают там начинающие предприниматели, которые в тему это, естественно, очень многие тянутся, именно за эмоции, именно за чем-то новым, именно за драйвом, за управлением, да, может быть, даже с больших зарплат, то есть, но есть как бы некая зона все равно опасности, да, когда ты не видишь просто проблемы, которые подстерегают. Какие вот самые основные, там, раз-два-три вещи подстерегают начинающего предпринимателя на этом пути? Ошибок можно много допустить. Давай каким-то топчиком, скажи. Наверное, основные, которые приводят к краху, да, это, конечно же, локейшн, об этом все говорят, и я, ну, я не всегда считаю, что это номер один, но тем не менее, да, то есть, и это не всегда тебя спасет, то есть, можно выбрать очень крутой локейшн, при этом все равно потерять деньги, потерять инвестиции. Наверное, тут имеется в виду как бы соотношение, чтобы у тебя еще арендная плата была, да, чтобы партнерские отношения с… Да, соотношение адекватности, да, арендной платы, рынка и самой концепции, да, то есть, насколько ты действительно сможешь в этих условиях зарабатывать. А для этого, наверное, надо договариваться, уметь с людьми в партнерские отношения строить, я знаю. Да, да, с арендодателем надо иметь тоже определенную там жилу, да, чтобы с ними общаться, потому что арендодатели, они такие специфические люди, они считают, что им изначально, ты даже пришел на переговоры, и ты уже им должен. Хорошая позиция. Вот в Сингапуре, например, специфика немножко другая в этом отношении, то есть, я вот сейчас понял, да, какая специфика здесь, ты не видишь здесь арендодателя, это, как правило, крупные корпорации, и люди с тобой не общаются, в отличие от Москвы, можно встретить собственника помещения, может, у него одно-два помещения, ты с ним можешь спокойно, нормально договориться, по-дружески даже иногда, и они тебе идут навстречу, они хотят тебя терять, как арендатора. Здесь же все по-другому, здесь, если у тебя есть договор, если ты в нем, вот все, что ты смог туда заложить, все, закладывай. Больше, потому что просить уже не сможешь, ни у кого будет просто, да, потому что с тобой работают просто там менеджеры, они садятся с тобой, отрабатывают весь договор, все условия, и вот если ты их подписал, все, считай, что нету больше никого, и некому будет идти и просить, если какая-то ситуация случается. Поэтому вот сейчас я под мои проекты в Сингапуре, я тщательно это отмеряю. Но это, наверное, не только Сингапур касается, а в целом как бы цивилизованного рынка, потому что это рабочие как бы вопросы менеджер, мента как раз заниматься, это их работа, да, смотреть, чтобы все договоры соблюдались, а инвестор тогда как бы туда и не лезет, зачем им там, скажем, встречаться. И подтвердили бы, опровергнили, есть ли такие темы, потому что наша тема, ну то, что мы сейчас обсуждаем, наверное, запуск инвесторского бизнеса, может быть, не только ресторанов, но и вообще в целом не только там в России, не только в Сингапуре, но и в других странах. Я знаю, что ты в США там знаешь, опыт у тебя есть в Великобритании, Германии, да, то есть там так или нет, или везде свои какие-то специфики есть? Я бы так сказал, что проще всего, конечно, договариваться в России, потому что мы говорим на одном языке, да, и ментальность как бы она совпадает, и здесь можно разные там коннекшены, да, там они крепче, да. В других странах мы практически обезличены, то есть нас воспринимают как, что там русские бизнесмены, у них есть просто деньги, и вот они там пришли и развлекаются. На самом деле это не так, мы зачастую, я бы сказал, где-то даже и поумнее будем, вот, и я вижу разную специфику, да, там, но вот линия поведения собственников, она практически везде одинакова. Все они считают, что изначально, что они с позиции силы все-таки вообще с тобой разговаривают. Это, ну, хотя нет, вот я, например, в Америке, да, несколько лет назад я искал помещение под ресторан, это было Майами, и я встречался, мне показывали помещение, крупная корпорация, которая владеет, ну, множеством зданий, там, и так далее, вот я, я там, мы хотели запускать определенный проект, но мы не сделали этого, да, то есть мы не стали инвестировать, потому что интересы потом поменялись, но тем не менее, вот месяц ровно я как раз занимался этим, я жил в Майами и бегал, общался с собственниками, да, и вот увидел, что есть действительно корпорации, которые, ну, смотрятся с человеческим лицом, я бы так сказал, да, которым нравится, да, вот, чтобы твой проект был у них открыт именно, да, они начинают всячески, ну, танцевать перед тобой, да, то есть, грубо говоря, там, показывать тебе себе лояльность, там, вот, мы тебе это сделаем, вот то сделаем, ну, вот, к сожалению, до подписания договора не дошло, да, но тем не менее, я вот эту специфику видел. В Сингапуре, кстати, похожая ситуация, то есть, если они, они вот сейчас, из-за того, что рынок изменился, круто очень, да, за два года из-за пандемии, сейчас они тоже, они видят страхи других компаний из-за границы, да, они просто не приходят сюда, да, а здесь засилие просто китайских ресторанов, да, из китайской кухни, потому что 70% это этнические китайцы все равно выходят сюда оттуда, и у них, конечно, перекос сейчас идет очень стильный, то есть, раньше много корпораций, интернациональных приходило, открывали бизнесы, да, то сейчас этого не случается, когда, конечно, я прихожу с нашими идеями, да, там, например, в том числе, то, что мы будем открывать, реагируют очень хорошо, то есть, и тоже начинают идти на определенные уступки, то есть, мы получаем преференции в этом плане, да, это наше преимущество перед другими компаниями, которые могут претендовать на это же помещение, например, да. Слушай, здорово, отлично такой бэграунд, давай перейдем тогда уже непосредственно к Сингапур, да, вот, насколько я знаю, то, что мы с тобой познакомились у тебя именно в Сингапуре проекты, ты уж там живешь, запускаешь, хочешь, ну, я так понимаю, там так и остаться, и создавать себе там небольшой бизнес, ресторанную империю для себя. Сейчас у тебя есть тема с интересной очень концепцией, концепция True Cost, я ее не знаю, хотя знаю, что в Москве уже там 7 ресторанов работает, но вот познакомился с ней только сейчас, очень концепция мне тоже понравилась, заинтересовалась, вот я поэтому как бы с тобой тоже там решил интервью сделать. Расскажи немножко про концепцию и почему ты сейчас решил открывать, допустим, ее в Сингапуре, да, сейчас нет ли каких-то там сложностей, или сейчас наоборот самое хорошее время, чтобы там открывать ресторан, чтобы зарабатывать. Потому что, насколько я понял, да, я посмотрю, твои цифры, которые есть тоже там в описании, да, у тебя, что у тебя все там проекты, которые сейчас работают, они, собственно, прибыльные, приносят там от 0,5, от 500 тысяч там до полутора миллионов в месяц, что в принципе неплохо, да, и работают как бы ты в Сингапуре, они там в Москве или где-то еще с партнерами, с управляющими, но тем не менее это живые деньги, живой бизнес, который каждый месяц тебя обеспечивает, насколько я понимаю. И твоя задача просто как опытного управленца, опять же, как бизнес я смотрю, по сути делать такие вот юниты, да, и делать их сколько хочешь. Если у тебя есть партнеры, то ты можешь делать, запускаешь там в течение полугода-года, и дальше у тебя капает, ну, кэш, пока там что-то не случается. Если случается, ты тоже можешь перестроиться. Так я понимаю? Да, все правильно. Значит, сейчас мой интерес это Сингапур, я практически, ну, собаку съел, как говорится, два года пандемийных были очень непростыми, да, и практически два года, да, то есть вот первый случай в Сингапуре появился в январе месяце, то есть через буквально два месяца, будет два года, как мы открыли баргатки кают здесь, и сразу же почувствовали, да, вот эту угрозу, да, о которой даже не думали, да, что такое может вообще когда-либо быть, да, что ресторанный и барный бизнес, он будет подвержен таким, такому давлению, да, то есть в первую очередь... Сейчас уже выходят, либо есть еще как остатки, либо, ну, как бы прогресс, он нацелен на положительный лад, вот сейчас как бы условно время открывать, либо там еще дождать надо, плюсы и минусы. Я считаю, что сейчас как раз-таки самое время, потому что Сингапур так устроен, что Сингапур сейчас ты можешь найти помещение интересное, да, там интересного характера, да, и их много, да, как только здесь почувствуют, что все, ограничения пошли на спад, да, то есть их снимают, да, и сразу же сюда ринутся инвесторы. Я просто это знаю, я это видел на протяжении 19-го года, когда сюда приезжал, когда мы только-только договаривались о помещении для койота, я видел, какая была здесь конкуренция на помещение, как другие компании иностранные, другие государства очень хотят здесь открыть флагшипы, да, свои там... Представительства, да, какие-то некие? Проект для того, чтобы дальше делать экспансию в другие соседние страны, потому что Сингапур очень удобен, да, в плане во всех отношениях, но как визитная карточка. Если ты здесь открылся, дальше ты можешь достаточно, во-первых, ну, проще выходить, например, на китайский рынок, там, например, на Гонконг, да, вот... Ну, это опять же, я лично не прошел этот опыт еще пока, да, но тем не менее, вот я общался очень много через нетворкинг, да, с людьми, которые интернационально развивают компании, и они говорили, да-да-да, вот в Сингапуре это вот очень классно, ну, а страна маленькая, да, ну, по сути, это один город, да, там, где живут 5,5 миллионов человек, но очень высокая платежеспособность у людей, здесь нет бедных людей, здесь есть люди с доходом от полутора тысяч долларов категория, да, то есть, и есть огромный, ну, есть, ну, просто привычка не есть дома, да, то есть, они просто, у них культура, да, в этом, да, не едят, ну, например, квартиру, если вы будете снимать в Сингапуре, вы с большой кухней вряд ли найдете. У меня кухня, например, там, 4 квадратных метра, да, то есть, там, я не знаю даже, как готовить, да, все сделано для того, чтобы ты ел мне дома. Чтобы выходил и общался. И, как ты сказал, скорее всего, там получается большое засилие азиатской кухни, да, а вот именно в европейской концепте не так много, и ты считаешь, что будет востребовано? TrueCoast, TrueCoast у нас в TrueCoast интернациональная кухня, то есть, это морепродукты, и мясо, это упор мы делаем на это, да, и, да, действительно, этих проектов не так много в Сингапуре, и они востребованы, то есть, люди туда идут с удовольствием, потому что здесь все любят тоже морепродукты, очень много здесь китайских ресторанов, морепродуктовых, да, но где морепродукты готовят на манер именно азиатский, да, там все острое, все со специями, зажареное, мы будем адаптировать нашу кухню, да, жареное, в воке, да, то есть, и очень много здесь ромэнных, лапшичных и так далее, мы будем адаптировать, безусловно, нашу кухню, да, мы будем делать хиты сингапурские, в том числе, да, потому что мы рассчитываем, в первую очередь, на локальную публику, больше я на туристическую публику не хочу рассчитывать, потому что, мало ли что, да, мы хотим бизнес выстраивать именно с точки зрения жителей непосредственно города, в котором мы открываемся. Расскажи немножко про концепцию, вот про эту Трукост, потому что многие, может быть, не знают, что, в чем суть его, почему Трукост, и в чем особенность? Самое главное отличие Трукоста от других ресторанов, это то, что на входе нужно заплатить за вход. То есть, ресторан зарабатывает в любом случае, когда ты туда уже входишь? Да, то есть, ты заплатил за вход, как правило, 700 рублей, если это ужин, в сегментарии цена будет чуть выше, из-за разницы курсов, но примерно это будет так же, 15 долларов, это примерно 900 рублей, то есть, недалеко, не сильно отличается. И после того, как вы заплатили за вход, вы проходите в ресторан, садитесь, вам дают меню по низким ценам, по себестоимости. Трукост, это себестоимость, это честная цена. Во сколько обошлось ресторану приготовить продукт, приготовить краба, или стейк пожарить, или какие-то салаты приготовить, или алкоголь разлить, или коктейли сделать, за столько ресторан и продает. Соответственно, вы экономите очень сильно, когда вы употребляете продукты, еду, это все, и вы можете наслаждаться, это такой геодонизм, я бы сказал, когда ты не думаешь уже, сколько мне сейчас там бокал вина выпить, или бутылку вина, или там, ты просто не задумываешься, потому что цены, цены очень низкие, как в супермаркете. Это все равно, чтобы пойти в супермаркет, купить продукты, принести домой, приготовить и съесть. Вот примерно будет бюджет такой же. Конечно, это не работает, когда схема, когда приходят два человека, и они съедают по одному горячим, например, и тогда этот ценник, он будет примерно такой же, как и в любом другом ресторане. Но эта схема начинает работать, если вы начинаете действительно наслаждаться продуктом. И поэтому духовство очень популярное в Москве. Первый ресторан был открыт пять лет назад, придумал эту идею Элиадор Марыч и Саша Кан. У них есть Твои партнеры, да? Да, они мои партнеры, как раз я присоединился к этому проекту почти там ну два с половиной года назад, вот мы открыли ресторан на Дмитровке. Ребята эту систему придумали еще раньше, у них есть клуб-квартира, закрытый клуб, и в общем-то они оттуда это вынесли. Да, они там подавали счета как раз таки вот по себестоимости. И если гости платили, соответственно, например, там не умножая на два, на три, а лучше на четыре, то они последний раз были в этом клубе и их больше просто, ну их в черных список носили. То есть, ну такая система была, такая игра была с гостем, и из этого вывелся новый абсолютно бизнес, и эта модель, она сразу же выстрелила, первый ресторан был открыт на Льва Толстого, там, где Яндекс, штаб-квартира, я не знаю, сейчас они переехали или нет, но раньше это было так, и сразу через день, спустя две недели буквально на ресторан, был битком, и каждый день начал работать, генерить деньги. Слушай, вот ты сказал интересную вещь про койот, типа, один достаточно на Москву, а сейчас получается в Москве семь трюкостов, то есть трюкост, он как бы более является таким, как бы, масштабируемым, что ли, проекте, да, и ты сказал, что тоже в Сингапуре ты хочешь сделать сейчас флагманский проект, для того, чтобы там дальнейшее тоже запускать, там, сам или с партнерами, ну вот, по некой там модели, то есть это более такой, как бы, приносящий деньги модели, более такая легко множимая, правильно? Да, почему меня привлекает трюкост, потому что мы можем, действительно, открыв один ресторан, обкатав всю себестоимость, там, и косты, и так далее, то есть сделать его популярным, дальше мы можем аштабировать этот бизнес, прежде всего в Сингапуре, а дальше мы можем перейти на соседние страны, потому что рынки очень емкие, Индонезия, очень интересный рынок, 250, полумиллиона человек проживает, я не помню точно, Вьетнам, очень емкий рынок, да, то есть, эту модель просто, Малайзия, соседняя страна, да, Таиланд, это все страны, которые, в общем-то, под нашим прицелом сразу же могут быть, и, конечно же, Китай. Здорово, здорово, ну, вот, ты тоже упоминал, раньше мы с тобой беседовали, есть такая сеть тоже, Wine Connection, в Таиланде, вот, мы жили в Таиланде, и вот, ну, сначала прикольно постоянно, там местную еду, здорово, классно, но вот потом там раз или два раза в неделю мы точно ездили именно в европейскую поесть, то есть, не хватает, и вот таких заведений, ну, по сути, вот, как бы одна такая концепция была более-менее нормальной. Были какие-то местные, локальные, там русские, там украинские рестораны, но они как бы одни были, а вот так вот, чтобы как сеть, и она такая достаточно успешная, то есть, я тогда ее еще припомнил, там, ну, несколько лет назад мы были, и там много было именно, в том числе, не только туристов, да, но и местных людей, кто там в Таиланде жил, вот, поэтому я думаю, что если у тебя классная, хорошая еда с вином и нормальными, действительно, ценами, то ты будешь там ходить, наслаждаться. Да, Wine Connection прям рулит, я бы сказал, в Сингапуре, эти ребята открылись. А они в Сингапуре тоже есть, да? Да-да-да, они сделали экспансию сюда, и они открыли очень много ресторанов, то есть, в принципе, это наш, наверное, первый конкурент, который я считаю, зак конкурента, да, но им будет сложнее, потому что мы будем продавать по еще более низким ценам. Это виноторговая компания, они на базе того, что они стали поставлять вино, они решили открыть ресторан. Ну, да-да, там видно, там в основном вины, действительно, да, вины, и там еда уже, там, она достаточно скудное меню, ну, то есть, в целом, оно нормально, да, но, как бы, не так много. Слушай, здорово. Расскажи, пожалуйста, про тему, что ты сейчас придумал, то есть, насколько я понял, что, в основном, ты берешь одного-двух партнеров и запускаешь, а сейчас у тебя идея, которую ты мне сказал, сделать кромфандинг, да, что это такое, да, и как это работать будет, как ты видишь? Да, идея пришла, вообще, ну, она на базе Трухвоста, да, именно мы хотим это сделать, это создать, ну, свою комьюнити. Потому что, сейчас вот еще чуть-чуть расскажу, действительно, комьюнити классная тема, вот комьюнити именно кого, то есть, я знаю, что много людей, да, именно хочется открыть ресторан, да, ну, вот, и мне было бы тоже интересно, но самому там идти какие-то миллионы нести достаточно тяжело, да, то есть, хочется как-то, условно, в безопасности за небольшую инвестицию иметь отношение, да, посмотреть, обучиться, может быть, может быть, посмотреть, как это работает, и, насколько я понял, у тебя тоже таких много знакомых, тебя там спрашивают, и вот возникла эта идея, так получалось? Да, да, именно так, то есть, многие люди мечтают открыть ресторан, но понимают, что это дорого, и надо много денег инвестировать, и риски большие, как ты рассказывал, там, наймешь кого-то, ну, и я могу сказать, что я вот сам, да, закрыл не один проект, и я потерял деньги, да, и, конечно, это болезненно всегда, да, то есть, терять огромную сумму, когда учился, да, получается, опыт набирал? Да, когда я набирал опыт, в моем опыте есть и закрытие, да, не только успешное открытие, но есть и закрытие, очень важно иметь человека, именно, которому ты доверяешь, что мы совершили достаточно уже ошибок, чтобы, во всяком случае, не повторять их, вот, и за 20, 18 лет работы, да, я, конечно, совершил, у меня большой багаж, но это хорошо, потому что странно очень, когда, там, успешный успех, все мои проекты, входят там в топ, и все получается, такого не может быть, тут уж как бы, не верю, кажется. Ну да, да, даже успешные, очень успешные рестораны, рестораторы там, и Новиков, и Зарьков, и другие тоже закрывают, просто об этом мало кто говорит, об этом говорить не хочется, потому что это звучит непривлекательно, и так далее. Систему краудфандинга, да, именно, когда, по которой мы хотим сейчас создать новые комьюнити, такой людей, да, которые мечтатели открыть ресторан, они хотят посмотреть на, скажем так, на эти процессы все, да, и пройти, и вообще понять, нравится, не нравится, хочется, не хочется, да, то есть, а потом уже можно говорить о больших инвестициях, например, да, если... Партнерство открыть, и собственные рестораны, там, или еще что-нибудь, да, или свой проект открыть, да, уже получив знания, уже получив опыт этот, и... вот такая идея, да, что за краудфандинг, это что, это как бы ты делишь на части, это как вот собираешь на какую-то тему деньги с инвестора? Да, вот классическая система краудфандинга, она не позволяет владеть тем бизнесом, в который привлекаются деньги, то есть, это... наши деньги построим и повесим в ваш портрет, или что-то подобное, да, вам дадим взамен. Мы же предлагаем немножко другое, да, мы предлагаем владеть рестораном по-настоящему, да, то есть, быть инвестором, но только в малой доле, не тратить на это миллионы, да, а тратить именно небольшую сумму. Но полноценным все равно, да, и дивиденды получать, и отчеты смотреть. и абсолютно, абсолютно все будет то же самое, только в меньшем масштабе, гораздо меньшем, менее рисковом, чтобы была возможность посмотреть, приоткрыть занавесы, скажем так, да, именно самого проекта Трубкост и зарубежного рынка, потому что мы планируем его именно развивать за рубежом, да, такая схема, ну, в России мы пока не обсуждали с партнерами, да, то есть, мы сейчас как раз-таки хотим на базе сингапурского ресторана воплотить это в жизнь. И инвестиции, получается, не такие большие, да, то есть, можно там, условно, тысяча, две, три тысячи долларов, там, до десяти, скажем так, сколько хочешь. именно так, риски все равно остаются в этом бизнесе, и даже если что-то пошло не так, то, собственно говоря, деньги не такие большие, чтобы их хоть, но мы уверены в том, что именно все будет так, как надо, так как у нас уже есть семь ресторанов, есть модель, отработанная в течение пяти лет, мы в ней очень уверены, мы ее тестируем здесь, мы проговариваем со многими людьми, с потенциальными потребителями, всем очень нравится, все прямо вот, жаждут эту схему, да, получить и у себя. И уже опыт есть в Сингапуре открытие юридически, то есть, потому что, ну, многих инвесторов, вот я тоже разговаривал там буквально недавно там с некоторыми ребятами, они говорят, что, да, там в России, там открыть, например, ресторан, либо какой-то проект, либо там в Москве, либо в Питере, там не очень интересно, да, потому что в целом, ну, как бы понятно, ну, не так интересно, вот за рубеж, именно как вот для того, чтобы дерифицировать свои риски, да, вот как-то в валюте получать, то есть, это такая как бы тема, которая, ну, тоже интересно, да, как новый опыт, и у тебя получается уже есть опыт открытия на ресторанах, в других странах, и в Сингапуре этап уже пройден, то есть, вы супер сильно много экономите времени и там денег на ошибки, вот знаете. Абсолютно точно, мало того, в Сингапуре легче всего вообще открыть, если говорить про зарубежный бизнес, то в Сингапуре легче всего открыть бизнес, очень все адаптировано под иностранные инвестиции, когда человеку не надо посещать страну, не надо никуда ходить, ни в какие налоговые, ничего не надо, все автоматизировано, все делается онлайн, и очень удобно, да, то есть, ну, есть, скажем, на законодательном уровне есть утвержденные там бизнесы, секретарские компании, которые соблюдают определенные процедуры и легально все регистрируют, и ты владеешь бизнесом, сидя в Москве, в своем там доме, или квартире, собственно говоря, владеешь, и когда-то, конечно, путешествия снова станут актуальными, можно прилететь будет и увидеть свой ресторан, и сесть в нем, да, и там, отобедать. Селфи снять для аудитории. Да, гораздо сложнее, например, это дело в Великобритании, то есть, я бы, наверное, даже сказал, что, может быть, даже я бы и не взялся, потому что там пройти путь к учредительству компании очень-очень сложно, я обязательно расскажу, как это делается, если кого-то будет это интересовать, я открывал компанию в Пермингеме с моим партнером, да, и для открытия бары Гатки Койот, и мне понадобилось очень много усилий, чтобы, во-первых, доказать свой доход, легализовать это все, то есть, куча бюрократий, там, я нанимал юристов в Великобритании, в Англии, вот, и потратил очень много денег. Это сложнее, да? Слушай, а кого ты видишь именно в качестве, вот, ну как, совладельцев, инвесторов, можно сказать, людей, которые, там, как бы, портрет, да, кто это могут быть, люди, которые захотят, или которых ты возьмешь, или с которыми тебе будет уже комфортно участвовать. Ты мечтал, кто наши потенциальные комьюнити, да? Да, да, ты говоришь, я хочу собрать именно, ну, я так понял, что ты хочешь не только, как бы, этот проект, этот проект, понятно, там, дивиденды, все остальное, но у тебя, наверное, как бы, основная часть, насколько я услышал, именно комьюнити, несколько раз ты сказал, и то, что связано с расширением именно с партнерами открывать. и сейчас можно, там, рискнуть небольшой, там, суммы, не рискнуть, а вложить ее, да, ты будешь управлять, человек будет смотреть, как это происходит, обучаться, получать, там, дивиденды, и видеть, как это весь процесс происходит изнутри, там, от А до Я, и при этом, ну, дальше участвовать в каком-то более глобальном проекте, да, если вы будете экспансию, там, в Китай, или еще куда-то делать, тоже там же участвовать. То есть, по сути, где-то знакомство, комьюнити, вот, кто в комьюнити там может войти, кому-то, кого бы ты пригласил, кого-то хочешь видеть, какой-то портрет, ты же думал об этом, то есть, что это за люди, эмоциям, там, по деньгам, еще почему-то, то есть, какие-то составляющие. Я думаю, да, я вообще думаю, что ресторанный бизнес, это для людей, ну, во-первых, любой может участвовать, если у вас есть, там, от тысячи долларов, да, и выше, да, и желание попробовать этот бизнес, то, в принципе любой. Мы, конечно, будем делать собеседование, мы хотим посмотреть на портрет человека, который хочет инвестировать, мы ищем людей позитивных, которые хотят, возможно, перейти в предприниматели, то есть, они могут работать по найму где-то, и они хотят, но они не знают как, и мы поможем в этом, и таким людям расскажем, как преодолевать усилия, как над собой работать, что нужно делать для того, чтобы открыть свой бизнес. Это такой будет проект, обучающий, во многом, и поэтому он будет интересен и предпринимателям, которые хотят экспансироваться, например, на зарубежные рынки. Это может быть и люди, которые сидят в офисе и работают по найму, но мечтают о своем проекте, да, это не обязательно ресторан. В принципе, на этом примере мы научим вообще быть предпринимателем, да, открывать свои проекты, да, не обязательно такого масштаба, да. это для людей, кто хочет получить дополнительные эмоции или статус, например, сказать, что я открыл ресторан с ребятами в Сингапуре, почему нет, это круто, я считаю, можно сидеть в кругу друзей и показывать, что мы будем снабжать обязательно материалами, видео материалами, будем показывать все процессы открытия ресторана, то есть записывать это на видео, можно, например, это могут быть блогеры, которые, ребята, которые ведут свои какие-то блоги, да, и при этом у них недостаточно, может, контента, да, и мы будем давать этот контент. Из Солнечного Сингапура, как мы открываем ресторан. из Сингапура, из Солнечного, как открывается ресторан, и ты имеешь к нему какую-то часть, да, то есть ты можешь показать, рассказать, не просто вот картинки красивые, а это вот весь процесс, ты знаешь, изнутри, можешь там даже рассказать. Интересная такая тема, да, здорово, да, спасибо. Это могут быть даже просто инвесторы, которые просто хотят инвестировать, и как они инвестируют в акции, так же это там с рестораном. Примерно 15% годовых в полюте получается, да, инвестиции, примерно так. Доходность невысокая, конечно, но вообще в принципе Truecoast не про высокую доходность, но зато это про стабильность. Но на масштабе ты можешь несколько проектов открыть, потому что ну как бы у тебя чем больше проектов, тем как бы больше просто идет. Truecoast это скорее в масштабе, да, приносит хороший доход, но в единичном варианте своем. Ну если, например, сравнивать просто обычный ресторан или бар с Truecoast, то обычный бар, как правило, рентабельность выше. Ну а Truecoast это больше гарантии, да, больше безопасность и стабильность и комьюнити. Безопасность и стабильность, совершенно верно. Я тоже человек, который не раз закрывал бизнес, да, я для себя ищу варианты как мини-рискованные, да, скажем, и более понятные уже в модели. Вообще, Truecoast это его уникальность в том, что он несет в себе ценности определенные, да, это очень важно, когда ты открываешь любой бизнес, подумать о конкурентных преимуществах и о ценностях. Это всегда сложно очень придумать. Truecoast изначально модель в себе несет эту ценность, когда я особенно это ощутил в Сингапуре, когда я прихожу здесь в ресторан и просто я понимаю, что я не могу эти деньги заплатить вот за этот бокал вина, это слишком дорого, это, ну, это просто грабеж. При этом качество, я понимаю, что можно сделать лучше, да, то есть, и вот это все наталкивает на мысли и многие сингапурцы с ними разговаривающие, рассказывающие про эту модель, и мы тоже очень хотим, потому что здесь много людей с достатком, ну, во-первых, вообще 100 тысяч человек миллионер здесь проживает, и большой пласт людей, там, порядка полмиллиона человек проживает с доходом от 20 тысяч долларов и выше. Они могут себе, конечно, позволить, да, там, и они не парятся по поводу того, с какой-нибудь счет в ресторане, но много очень людей, такой middle, middle, минус, класс, и они могут приходить и быть нашими постоянными гостями, подписывайтесь на инстаграм, Руслана, он открытый, классный человек, Руслан, спасибо тебе большое за интервью, то, что ты дал, мне было очень интересно. Удачи тебе в проекте. Надеюсь, да, вся информация будет полезной, и приходите, будем, будем начинать вместе. Субтитры создавал DimaTorzok